На этой неделе Речицу посетил вице-спикер Белорусского парламента Болеслав Перштук. Он провел прием граждан и ознакомился с перспективами развития, введенного два года назад завода по производству плит МДФ. Во время поездки в регион Болеслав Перштук ответил также на вопросы новостей недели. Реализация декрета номер три – тема, которая в последнее время активно обсуждается в обществе. Конечно, я скажу объективно, вот и мы занимались, наши депутаты анализировали, особенно профильные комиссии, и, конечно, поторопились разработчики этого декрета и некачественно проработали все категории населения. На самом деле декрет же понятно был, на какие категории направлен, да? На те категории, которые, по сути дела, работали в теневом бизнесе, которые не платили социальные налоги, не платили подоходы, не платили отчисления фонд социальной защиты, и при этом, по сути дела, пользовались, как и мы все остальные граждане, инфраструктурой, детскими садами, больницами, школой и так далее. Ну, согласитесь, по крайней мере, это не объективно и неправильно, когда мы злоупотребляем немножко этим положением. Поэтому цель была привести это все в порядок, да? Представить документы оправдательные, посмотреть, где он там работает и зарабатывает какие источники. И, безусловно, такая категория тоже достаточно большая присутствует в стране. Поэтому все будет нормально, все приведется в порядок в самое ближайшее время. В соответствии вот с первоначальным замыслом, я уверен, что все станет на свои места очень быстро. Еще один вопрос, волнующий многих – трудоустройство. Хотя официальный уровень безработицы в регионе невысок, есть те, кто длительное время не может найти работу по специальности или не готов работать за предлагаемую зарплату. Болеслав Перштук проанализировал ситуацию, в первую очередь, на примере Речицы. Центр здания состоит там примерно 490 человек. Примерно столько же вакансий имеется в городе, да? Конечно, они невысокие в квалификации, эти места. Понятно, что там зарплата невысокая, но если у человека абсолютно трудная ситуация, то я считаю, что надо идти на работу даже там, где 300 рублей сегодня платят или 400, да? Есть вакансии в сельской местности, хотя это тоже тема остро стоит. И есть вакансии в бюджете, в бюджетных организациях, детские сады, школа, воспитатели, учителя физкультуры нужны. То есть, в принципе, важно мне тоже было посмотреть, насколько действительно актуальна эта задача, как она решается, потому что мы должны выполнить поручение до 1 мая, мы должны, вот всех, кто официально зарегистрирован, конечно, обеспечить, как минимум предложить ему рабочее место. Дело каждого гражданина, как он, согласится или не согласится. Но мы подберем, и я вот убедился сегодня, специалисты райисполкома уверенно подтверждают, что они с этой задачей справятся. Меня-то, конечно, безусловно, радует. Еще один вопрос из разряда топовых. Рост зарплат. Об этом мы также спросили вице-спикера парламента Болеслава Перштука. Насколько реально достичь уровня в 500 долларов, и в каких сферах сделать это будет труднее всего? В среднем должна быть 500, да? И в среднем это несложная задача. Особенно для Гомельского региона, где очень много крепких предприятий. Я допускаю, что не все выйдут, конечно, на 500 долларов. Будут трудности в строительном комплексе, это сегодня уже очевидно. Будут трудности в предприятиях сельского хозяйства, не все смогут. Но в целом, по регионам, я считаю, что это вполне реальная задача. Особенно по крупным промышленным районам нашим, да, сложнее по мелким сельскохозяйственным регионам. Вот там надо будет, конечно, администрацию очень плотно поработать. Но не стоит задача, всем 500, понятно. И не будет так, что все будут получать 500 долларов. Но надо стремиться восстановить ту зарплату, которую имели мы до кризиса в 2014 году. Вы помните, сколько она была? Она была даже не 500 в стране. И в Гомельской области она была порядка 700 долларов. Это говорит о том, что все это было реально, абсолютно совершенно недавно, два с половиной года тому назад. И мы с этой задачей вполне справлялись. Надо выйти на тот уровень, который мы имели, и зарплата сама придет. Экономика первичная, а потом уже заработная плата.